Привет! Сегодня мы поговорим о том, каким образом мы проходим пробитый многоверевочный маршрут, который чаще всего называют мультипечом, и в первом этапе поговорим о том, как мы к нему готовимся. Какое снаряжение мы берем, в каком количестве, для чего? Вот здесь вот разложено снаряжение на связку двойку для прохождения пробитого маршрута. В первую очередь это веревки. Либо одна, либо две, в зависимости от того, нужно нам спускаться с этого маршрута по пути подъема, тогда нам точно понадобятся две веревки, или можно сойти пешком с обратной стороны, что часто бывает, тогда будет достаточно одной веревки. Одна или две веревки по 50-60 метров. Посмотрите обязательно в начале описания маршрута, потому что не на всех маршрутах хватает 50 метров веревки. Дальше набор личного снаряжения. Страховочная система, спусковое устройство с двумя карабинами и спасательный комплект. Это длинный отрезок репшнура и короткий отрезок репшнура. Карабин для дюльферной самостраховки. Карабин для дюльферной самостраховки, то есть длинная петля длиной 120 сантиметров с муфтованым карабином. Набор оттяжек. Опять же очень внимательно нужно смотреть описание и понимать сколько оттяжек нам необходимо. Лучше всегда взять две как минимум экстра оттяжки больше, чем в описании. Две станции. Желательно их уже связать в том варианте, в котором вы их будете использовать. Здесь у меня два варианта. Одна станция сделана из длинной петли, другая станция сделанная из репшнура. В комплекте два карабина, которые будут стоять на точках от станции и один центральный карабин. То есть две станции в сборе у меня уже готовы. Очень рекомендую брать парочку 60 сантиметровых петель для удлинения, потому что иногда маршрут может быть довольно извилистый и в этом случае в точках перегиба лучше удлинить оттяжки для того, чтобы веревка шла без большого трения. Скальные тапки, мешочек, каска. Это обязательный комплект. При лазании в Крыму или в других теплых районах нельзя забывать про воду. Примерно чуть больше пол-литра, может быть, около литра воды на связку, потому что обезвоживание может быть серьезной проблемой на протяжении лазания. Какая-то теплая вещь, даже если вы лазаете в теплом Крыму, если подует ветер, если изменится погода, обязательно нужно иметь с собой что-то такое на экстренный случай. Очки, фонарик, про который часто забывают и который очень нужен, если вы вылезаете наверх уже когда смеркается и нужно искать спуск в темноте. Телефон, средство связи, любое средство связи с вашими партнерами внизу или со спасателями обязательно нужно, чтобы передать какие-то сигналы. Несколько важных моментов, которые также часто забывают, это аптечка, которую обязательно нужно брать, даже если вы лезете короткий маршрут на несколько веревок. И крем от солнца, в зависимости от погоды, но чаще всего лучше его иметь. Вот этот набор, большая часть из которого легко развешивается на страховочной системе. Кроссовки, тапки обычно убираются в рюкзак, поэтому к этому набору нужно еще как минимум один маленький рюкзак для комфортного лазания. В целом вот с этим комплектом мы можем стартовать на маршрут. Что мы сейчас и сделаем. Мы подошли к маршруту. Вот начинается линия шлюмбров. У маршрута перебрали веревку так, чтобы конец, который идет к лидеру, оказался сверху. И ввязываемся в веревку узлом восьмерка. Оттяжки развешаны на передних полках системы. Сзади страховочное устройство станции и спасательный комплект. Страховочное устройство сразу в положении автоблок. Проверяем ввязывание, проверяем страховку. Страховка готова. Пошел. Проверяем. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 С временем позиционируясь на станции У меня страховка есть Самостраховка! Теперь я могу убирать веревку Чем быстрее я делаю, тем лучше Чтобы мой напарник не ждал Поэтому быстрее всего Собирать веревку Петли наши Раз веревка вся Снимаю последнюю петлю Берю спусковое устройство Уже в положении автоблок Щелкиваю Во вторую петлю станции Организую Автоблок Страховка готова! В это время Мой напарник уже Может стартовать Теперь я убираю Лишнюю слабину Проверяю Еще раз замуфтованную Или карабин И я готов страховать Веревку Для того, чтобы она не путалась Я складываю на свою самостраховку Уже в этот момент Я могу принять более удобное положение Если очень жарко Если очень тугие тапки Не упуская из руки веревку Я могу Чуть-чуть расстегнуть тапок Но не забываю Его затянуть в обратную сторону Чтобы случайно Не потерять его на маршруте И постоянно слежу за тем Чтобы не было слабины На страховочной веревке И убираю лишние петли На свою самостраховку Пока я нахожусь на станции У меня есть время подумать Куда и по какой По схеме будем двигаться дальше И что очень важно Подумать Куда встанет мой напарник Справа от меня Слева от меня Чтобы нам было Удобно стоять И чтобы удобно было Стартовать на следующую веревку При работе на такой станции Очень удобно работать И вдвоем И даже втроем Точка страховки И самостраховка Разнесены И нет проблем Вщелкнуть или выщелкнуть Даже если стоит Несколько человек на станции В тот момент Когда я вижу своего напарника Лучше ему подсказать путь С какой стороны от меня Ему лучше подлезть с станции Настя Подлезай справа от меня Понял Когда приходит напарник Лучше всего показать ему место Куда встать на самостраховку Встаем вот в эту петлю Устанавливаем муфтованный карабин Выдаем через спусковое устройство Чуть-чуть веревки Не снимая пока автоблок После этого вяжем стремя Муфтуем карабин И подгоняем длину самостраховки Самостраховка Понял После этого уже можно снять Спусковое устройство Сразу его убираем со станции Чтобы оно нам не мешало Теперь мы готовы лезть дальше Следующим этапом Мы можем сменить лидер И после этого полезет Настя А могу продолжать лезть я Более экономично на каждой станции Лидер менять Потому что на Насте уже разрешены Все оттяжки Которые она собрала на первой веревке И что самое главное Веревка перебрана у меня Таким образом Что ее конец находится сверху Поэтому сейчас нам Очень быстро можно стартануть Я ей передаю какое-то железо Если у меня оно еще осталось Но в целом она готова к старту Поэтому я беру спусковое устройство Вщелкиваю в центральную точку системы И я готов ее страховать Прежде чем она уйдет Мне нужно поставить направляющую точку Поэтому я вщелкиваю ее в то же место Где у нее была самостраховка И прощелкиваю веревку Муфту и карабин Направляющая точка есть Теперь Настя может стартовать Готова? Да Страховка готова Второй выход Продолжение нашего маршрута Когда я же продолжаю лидировать В этом случае я аккуратно Беру веревку Которая висит у меня на самостраховке И делаю вот такой переворот То есть я переворачиваю Бухту веревки на Настю На самостраховку И таким образом Мой конец оказывается сверху И Настя может продолжать страховать Я собираю Железо Оттяжки Которые мне нужны На следующем участке Развешиваю на себя После этого Делаю из муфтованного карабина Направляющую точку Страховка готова? Готова После этого я могу сниматься Самостраховки Пошел На следующей веревке Цикл повторяется И мы лезем Столько веревок Сколько нам нужно Поехали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует...